МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Чрезвычайная ситуация на канале Беларусь4. Тема этого выпуска – браконьерство. А акцент мы сделаем на особом обстоятельстве, когда рыба, образно говоря, сама идет в руки. Это нерест. Период нереста с точки зрения закона даже для рядовых любителей рыбалки непрост. Это как хождение по тонкому льду. Слишком уж много различных ограничений, а штрафы за нарушения потянут на дно чей угодно семейный бюджет. Сегодняшний выпуск мы начнем с сюжета, основанного на материалах совместного с госинспекцией рейда по акватории СОЖА. Наша группа во главе с начальником межрайонспекции охраны животного и растительного мира начинает тщательный досмотр акватории. То, что сокрыто под водой, притопленные сети, должно обнаружить нехитрое приспособление – зацепа. За металлическую палку на веревке в течение только этого рейда мы поднимем несколько браконьерских сетей. А наш первый улов – сразу три сетки – был поднят на борт в микрорайоне «Шведская горка». Кстати, совсем недавно, буквально в этом же месте, были задержаны браконьеры. Двое гомельчан 1985 и 1979 годов рождения попали здесь с рыбой и раками, выловленными лесковыми сетями. При этом добыли 82 особи рыбы и раков. Вред, нанесенный окружающей среде, составил 290 базовых величин, что составляет более 60 миллионов рублей. На место вызвана следственная оперативная группа советского РОВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 281, часть 4, санкции которой предусматривают лишение свободы до 6 лет со штрафом. И браконьеров тогда наказали, и сюжет прошел по ТВ. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Владельца сети обнаружить не удалось, да и сами снасти, судя по всему, поставлены совсем недавно. Практически пустыми были сети и в районе Чонок. Накануне, в ночь, на субботу выставляли эти снасти. На лодке в Нерест выходить запрещено. Но вот и в районе деревни Скиток, очевидно, охота пуще неволи. И многомиллионные штрафы не страшны. Выставляли сети и здесь, хотя в этом месте совсем недавно задержали двух браконьеров. По 20 миллионов ущерба на каждого пришлось. И это не считая реальной возможности оказаться в местах не столь отдаленных. При проведении контрольно-полевых мероприятий в рыболовных угодьях Гомельского района, а именно вблизи деревни Скиток, на реке Сож, было задержано два гражданина, которые с использованием деревянной лодки кустарного производства и трех запрещенных орудий любительского рыболовства, рыболовных сетей, добывали озерно-рычные рыбы. Вред, причиненный окружающей среде, составил 195 базовых величин. Реальные сроки по этой статье отнюдь не миф. Несколько человек только в прошлом году отправились за решетку за браконьерство. Хотя чаще, как показывает практика, любители преступной ловли предпочитают оплачивать штрафы. И хотя по меркам рядового гражданина суммы бывают просто колоссальными, браконьеры в течение недели откупаются. Где-то 20% от общих нарушителей выявление фактов повторности. Что по рыболовству, что по охоте. Но по охоте немножко меньше, процентов 10. В последнее время такая тенденция, что люди, которые изначально готовятся совершить правонарушение, тем более заранее зная, что это нарушение будет с признаками уголовно наказуемого деяния, эти люди гасят вред в течение недели. Рейд субботним утром прошел при довольно большом скоплении рыбаков. Сотни человек с удочками или спиннингами вышли на облюбованные места с изрядным запасом наживки. И при внешнем досмотре все они являли собой образец законопослушности. Только разрешенные орудия лова. Рыбалка только с берега и не более чем на один крючок. На всякий случай проверили и внедорожник одного из рыболовов. В машине также не было обнаружено запрещенных орудий ловли или нерестовых видов рыб. В этот период щука уже отнерестилась, а вот на судака лов запрещен. Если оценивать работу Гомельской межрайонной инспекции и сравнивать ее с аналогичным периодом прошлого года, то в этом году на 15-17 нарушений меньше выявлено. Выявлено меньше правонарушений с признаками преступлений, изъятых орудий рыболовства меньше. Это ни в коем случае не говорит, что работать стали не в таком усиленном режиме. Работаем всегда в усиленном режиме. Ну, это говорит на то, что работа, проводимая инспекцией, профилактическая, это и выступления в школах, и выступления в гимназиях, выступления в районных средствах массовой информации, радио, газета, на самом деле дает и приносит свой результат. По предыдущему сюжету добавим, что с начала прошлого года было изъято более 10 километров сетей и полтонны незаконно добытой рыбы. Так вот, исходя из принципов латентности, можно допустить, что реальный показатель в 10 раз больше. И это касается не только рыбалки. Охота, излюбленный вид мужской забавы, она покоя многим не дает. Еще на слуху громкие дела с коррупционной, составляющей в отношении охотников при должностях. Но основную статистику, если так можно выразиться, делают обычные браконьеры. При этом многие, не то что властными полномочиями, не обладают. У них элементарных разрешений на ружья и охотничьих билетов нет. В инспекции говорят, что немалую долю в оперативной статистике приходится отдавать соседям из России. Мол, слишком уж часто вооруженные иностранцы забредают на нашей земле с ружьем на изготовке. Примечательно, что происходит это чаще всего на зараженных радионуклидами территориях Ветковского и Добружского районов. Правда, есть в этих происшествиях один забавный факт. Медвежья Санькова – это эксклав Российской Федерации, административно относящийся к Вышковскому городскому поселению Злынковского района Брянской области. Со всех сторон этот эксклав окружен территорией Добружского района Гумельской области Беларуси. На территории нашего Добружского района и была задержана группа охотников на внедорожниках из Москвы и Подмосковья. Ну а при них солидный арсенал боеприпасов. Разрешения МВД Беларуси на право сохранения этих патронов, разумеется, не было. Отсутствие разрешительных документов на оружие и боеприпасы – это традиционная болезнь и наших сограждан. В текущем периоде 2016 года инспекциями Гумельской области выявлено 60 нарушений правил ведения охотничьего хозяйства и охоты. Изъято 39 единиц огнестрельного оружия, 14 из которых не зарегистрированы. Шестеро граждан, двое из которых жители деревни Дуброво и четверо жители города Речица, осуществляли незаконную охоту с использованием механических транспортных средств, скутеров. В результате незаконной охоты ими была добыта одна особь дикого кабана. После чего к месту незаконной добычи подъехал седьмой фигурант данного дела на личном автомобиле, на котором впоследствии осуществлялась транспортировка незаконно добытой особи кабана. В момент транспортировки данные граждане были задержаны. Вред, причиненный окружающей среде, составляет 120 базовых величин, 25 миллионов 200 тысяч белорусских рублей. А теперь правовой ликбез. Даже если животное умерло собственной смертью, за старостью лет, например, его нельзя трогать, а тем более перевозить куда-либо. В противном случае наступает ответственность. Об этом теперь хорошо осведомлен житель деревни Леваши Речицкого района, автомобиль которого для досмотра остановил сотрудник ДПС. А вскоре к месту приехали инспекторы природоохраны и сотрудники следственно-оперативной группы. При осмотре автомобиля была обнаружена озерно-речная рыба, а также одна особь бобра речного. Задержанный гражданин пояснил, что данная рыба была добыта с использованием запрещенного орудия рыболовства лесковой сети. А особь бобра была найдена на берегу реки Днепр, которую он изъял и пытался транспортировать себе домой, использовать в личных целях. На место вызывала следственно-оперативная группа Речицкого РОВД. По данному факту решаются вопросы о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 281 УК Республики Беларусь. Такое пристальное внимание к автолюбителям вблизи многочисленных водоемов не случайно. Нерест. Поэтому на защиту наших природных ресурсов выходят и участковые милиционеры, и сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями, и госавтоинспекторы. При незаконной добыче рыбы в период весеннего запрета причиненный вред возмещается в тройном размере на основании такс, установленных по каждому виду рыбы. К примеру, за одну особь линя взыщут 3 миллиона 780 тысяч рублей. Это 18 базовых величин. А если общая сумма вреда превышает 100 базовых величин, наступает уголовная ответственность. Ежегодно в период нереста весенне нерестующих видов рыбы мы отмечаем заметное увеличение числа нарушений правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. В среднем за одну неделю в этот период выявляется 20 и более нарушений правил рыболовства, связанных с незаконной добычей рыбы. Причем 3-4 из них – это преступления, связанные с причинением крупного или особо крупного вреда природным ресурсам. Во всех этих делах с крупным и особо крупным ущербом окружающей среде есть одна важная оговорка. Самый большой вред природе наносится массово, каждодневно и совершенно легально рыбаками-любителями. И проблема здесь не в конкретных персоналиях Иванова, Петрова, Сидорова. Общая природопользовательская культура, а это очень хорошо видно по загаженным бытовыми отходами местам рыбалки. Так вот, эта самая культура со знаком «минус» – она сродни чрезвычайной ситуации. В штате областной инспекции всего 38 человек. Между тем, две сотни рыбаков мы встретили подчас рейда только в одном направлении одной и той же реки. Если считать только по Гомельскому району, с учетом всех водоемов, то в прошлую субботу около двух тысяч человек решили испытать свое рыбацкое счастье. Очевидно, что силами одной только инспекции тут не справиться. Я вам скажу так, что примерно, если брать за 100% отлавливаемую рыбу за год на территории страны и области в целом, 80% отлавливается и рыболовный любитель. Различными методами, способами, удочками, приспособлениями различными. Уничтожается в первую очередь молодь рыбы. И лишь потом, после этого, остальные 20% мы можем говорить за браконьерство. За весь прошлый год госинспекторами области было проведено около тысячи контрольно-полевых мероприятий. То есть по три раза на неделю. В ходе этих рейдов было выявлено порядка двух тысяч нарушений, подавляющее большинство которых нарушение правил рыболовного хозяйства и рыболовства. К уплате за причиненный природе ущерб было предъявлено исков на сумму почти 7 миллиардов рублей. Половина этой суммы была уплачена нарушителями добровольно, в досудебном порядке. В последнее время, благодаря очень тесному взаимодействию между правоохранительными органами, в первую очередь, следственного комитета, органами прокуратуры и местными исполнительными распорядительными органами, нам удалось именно наладить ту последовательность и схему, когда мы можем, начиная от профилактических направляющих, с самого начала, потом выявление пресечения нарушений, что административных, что с признаками уголовно наказуемых деяний. Так, в дальнейшей реализации мы уже знаем, что благодаря органам внутренних дел нарушителю не удастся уйти от ответственности. За три месяца этого года в правоохранительные органы направлено 20 материалов, по которым возбуждены уголовные дела. У браконьеров было изъято почти полтонны рыбы и полторы сотни сетей общей длиной почти 10 километров. За этот период по материалам инспекции было причинено вреда природе на сумму около миллиарда 160 миллионов рублей. Большая часть этих средств, благодаря поддержке со стороны правоохранительных органов, решениями судов уже взыскана. Знаете, есть характерный анекдот о рыбаке и криминале. Так вот, на допросе рыбак-свидетель утверждал, что замеченный им преступник был 4,5 метра ростом и весом килограммов 300. В нашей программе мы не преувеличиваем факты, показываем ситуацию беспристрастно, такой, какая она есть в своей чрезвычайной действительности. Берегите себя и до встречи в эфире!